Всем привет! Рад приветствовать вас на своем YouTube-канале, где я рассказываю про интересные проекты. Сегодня это проект, который называется Springroll, и это децентрализованная профессиональная сетевая платформа проверки и аттестации на основе технологии блокчейн. Она позволяет пользователям проходить аттестацию для получения проверенного резюме и просматривать информацию о других участниках сети. Проект предусматривает проверку профессиональной квалификации и опыта пользователя компаниями и организациями с последующей записью данных в блокчейн. Прежде мне хочется сказать пару слов о команде и о ее главных лицах. Они представлены на сайте, их можно найти здесь. Также есть активные ссылки на LinkedIn, где можно с командой ознакомиться подробнее. Сама же компания Springroll Inc. зарегистрирована на Каймановых островах. Над платформой работает достаточно внушительная команда. Главные ее лица это Картик Мандавиле, основатель и гендиректор. Окончил университет Карнеги Меллана. Специалист по работе с Big Data, технологии машинного обещания и биотехнологии. Занимает пост старшего технического советника в Science Inc. Ранее участвовал в проекте IBM Watson. В 2010 году создал сервис автоматических поздравлений Автобадр и выиграл конкурс ACM Challenge of Code. Также в команде представлены такие лица, как Шибнари Шанкар, менеджер по продукции. Ранее работал в Гуру G-Learning Lab в качестве архитектора по продукции. Инженером-программистом в Cisco участвовал в нескольких конференциях, в том числе в Ректех в Берлине. Винай Агарвал, технический директор, специалист по химической инженерии, раздневно возглавлял технический отдел в Мамонт Медиа. Пару слов еще о советниках проекта, которые выпустили поддержку. Это, в частности, Майк Джонс, советник, предприниматель-инвестор, стратегический советник и генеральный директор Science Inc. Ранее заминал пост генерального директора в таких компаниях, как UserPlane, Sravo, PBG, MySpace и FIM. Также, кого хочется выделить, возможно, это Swarup Hedge. Советник предприниматель ранее был соучредителем нескольких компаний, в том числе Dota Pro Hub, Atkos, Racket Hosting. Ну и также вы здесь можете увидеть и остальных участников команды, и также советников. Что важно, у всех у них есть какие-то более полные описания каких-то основных действий, основного опыта. Ну и также хочется сказать, что у команды вы еще можете найти как и страничку в их сервисе Springroll. Я чуть позже покажу, как это будет выглядеть. Ну и также есть странички, вот, например, на Twitter и есть на страничку LinkedIn. Какие цели и особенности данного проекта хочется выделить? Согласно данным, собранным автором проекта, существует система поиска и найма персонала, связанная с некоторыми проблемами, которые препятствуют размещению резюме наиболее квалифицированных кандидатов на лучших позициях. Компании, в свою очередь, из-за этого не могут получить свое распоряжение лучших специалистов. Данные свидетельствуют о том, что примерно 53% всех заявок о приеме на работу содержит значительное количество неточной информации, а около треть от всех вакансий заполняется сотрудниками, которые не всегда имеют необходимый уровень профессионализма. Вот как раз-таки задача SpringRoll это предложить работодателям из соискательно свободных вакансий идеальный инструмент, позволяющий положить конец найму сомнительных кадров и, наконец-то, решить проблему с того, чтобы, в принципе, находить нужных людей. И, в принципе, повысить саму эффективность поиска высокопрофессиональных специалистов. Для оценки, кстати, навыков пользователей как раз-таки и будет применяться данная платформа. И она будет содержать инструменты, которые позволят просматривать профили пользователя и объективно оценивать уровень их навыков. Также, что интересно, здесь на сайте самом показаны такие достаточно простые юзкейсы. И, в принципе, цель их достаточно простая. Есть, допустим, Алиса, она хочет подтвердить свои знания по Java и хочет попросить человека, который, в частности, Боб, который разбирается в Java и который может дать, так скажем, рекомендацию и подтвердить уровень знаний той же Алисы. Ну и, соответственно, эти данные, которые подтверждает Боб, они будут записаны, естественно, в блокчейн. То есть, все будет чисто прозрачно. Ну и, естественно, команда, точнее, компания, которая хочет видеть Алису в своих рядах, она увидит, что действительно человек обладает данными знаниями и что ее знания подтверждены другими участниками платформы. И это, опять же, заслуживает доверия. Соответственно, с данным специалистом можно иметь дело. Также вот здесь показан, опять же, принцип, как, грубо говоря, в обратном направлении, когда Алиса уже может подтвердить знания другого человека. Также здесь есть такая возможность, как университет может подтвердить квалификацию, то есть подтвердить дегри, то есть степень, если есть степень, если есть диплом, значит подтвердить. Диплом, соответственно, опять же, это все будет храниться на платформе. Здесь будут только нужные люди собраны и нужные данные будут храниться, опять же, на платформе. То есть, все будет, опять же, чисто и прозрачно. Если вы захотите найти сотрудника, то вы будете, заходите на платформу, смотрите его резюме, его профайл, и действительно вы понимаете, что человек обладает такими-то знаниями. И что самое важное, что данные знания не просто откуда-то, так скажем, приклеены, а они действительно подтверждаются другими специалистами, другими участниками платформы. И это, в принципе, ничего сложного здесь нету, но понятен здесь процесс, зачем нужен блокчейн, зачем нужна вообще, в принципе, данная платформа, и зачем, в принципе, это будет, и как это будет работать. Что еще мне бы хотелось рассказать, это вот еще есть такое понятие, как система оценки репутации. Это подобные сервисы позволяют пользователям оценивать друг друга в интернете в целях укрепления доверия в рамках определенных сообществ. И вот такие системы позволяют людям получать определенную степень уверенности в отношении конкретного человека. И вот, в принципе, и вот это есть система подтверждения репутации, она и будет здесь, так скажем, основным инструментом, который будет подтверждать те или иные навыки на данной платформе. Кто будет участвовать? Вот, что еще важно упомянуть, кто будет участвовать в системе, так называемой, репутации? Это все участники платформы играют роль проверяющих, в частности, они могут подтверждать владения другими пользователями определенных навыков и умений. Например, преподаватели и кураторы в вузах смогут подтвердить факт участия учеников или стажеров в реабилитационных проектов и оценить их уровень мастерства. Компании и любые организации смогут проводить атсестацию своих бывших сотрудников с указанием опыта и периода работы, а также занимаемой им удобностью. Ну, естественно, университеты, я тоже говорил, что могут подтверждить. Также, вот, что важно, провайдеры курсов. Как вы знаете, есть такие курсы, как Udacity, Coursera смогут подтверждать, что конкретной пользователем прошел определенный курс на их платформе. Также есть такое понятие, как эксперты-провайдеры. Это сторонние сервисы смогут подтверждать уровень квалификации пользователя путем приема у него экзамена, а в некоторых случаях даже выступать в качестве экзаменационного партнера в Springroll. То есть, типы аттестации, которые могут быть, это проверка навыков, подтверждение образования, аттестация опыта работы, дополнительная аттестация и другие виды типа аттестации, которые, возможно, появятся еще в будущем, которые могут быть нужны. Что еще хотелось бы сказать по поводу самого платформы. Я вот сейчас отрою, она есть уже, так скажем, в тестовом режиме. То есть, вы заходите сюда, регистрируетесь, вы отводите какой-то свои навыки, также дополняете здесь своими новыми профайлами, там пишите Job Destination, любое, допустим, маркетинг, компания ООО, стар, location, group update. Так, запомни. То есть, вот, в принципе, зачем нужна, собственно, эта бета, чтобы вы уже могли оценить, как работает данная платформа, как здесь работают рефералы, токены, как, в принципе, здесь будет происходить процесс, в частности, от Customize Your Bio, Work Experience, Introducing Crypto Profiles. Это вот она уже приклеилась ко мне, что я написал криптография, соответственно, мне какие-то похожие релевантные темы будут задаваться. Также есть здесь поддержка. Что еще хочется сказать по преимуществам платформы? Это полная доступность. Компания, получающая полный доступ к сети, смогут публиковать свои проекты и искать исполнителей. Рекомендации по качеству система будет рекомендовать заказчикам определенных фрилансеров на основе указанных требований к навыкам и репутации. Беспристрастные посредники, но тоже понятно. Мгновенная обратная связь сразу после успешного завершения проекта рейтинг фрилансера будет расти, чтобы позволить ему с большей долей вероятности получить новые заказы. Еще давайте немножко поговорим про сам токен проекта. Сейчас открою. Нужно токен. Как вы видите, сейчас идет паблик пресейл. Идет. Уже собрана достаточно внушительная сумма порядка 2 миллионов. Зачем нужен токен? Платформа предусматривает создание собственной цифровой монеты стандарта ERC-20. Токен будет называться Spring. И что хочется сказать, что все действия в системе приводят к созданию токенов, которые затем могут применяться для различных целей, включая утверждение набора навыков пользователя и предоставление институционных профилей для проверки. Помимо использования в качестве платы за аттестацию, компания будет использовать Spring для доступа к подтверждению и проверенным резюме. Что касается заработка токенов, то помимо покупки на бирже будет доступно еще несколько способов. Это пользователи будут получать вознаграждение за предоставление информации себе после проверки профиля. Дополнительным доходом может служить и реферальная программа за каждого привлеченного участника, который получит заполнить свой профиль, пройдет успешную проверку. Платформа будет вознаграждать пользователей определенным количеством токенов. Пассивным методом заработка и станет получение процентов от количества токенов, заработанных рефералами пользователя. И давайте в конце посмотрим еще на основные даты, которые в скором времени у нас появятся или что будет у проекта. Ну, стоит, естественно, выделить это. Вот в июле уже должен был состояться релиз системы аттестации. В августе подсчет рейтингов отобрения. Октябрь публикация списка каталогов резюме. Декабрь бета-версия API-интерфейса для разработчиков и презентация дальнейших планов по развитию проекта. Вот такой вот интересный проект мы получили. В принципе, ничего здесь какого-то, может быть, сверхъестественного сказать нельзя. Но проект интересный, он простой и, в принципе, понятно, зачем он нужен и что он будет делать. Это такая прокачанная версия LinkedIn, которую многие из вас знают. Наверняка там сталкивались с ним и пользовались. В целом, проект выглядит достаточно неплохо. Посмотрим, как он будет развиваться. Так что, мне кажется, стоит за ним последить. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!